Новости в эфире. Студия работы Толмаз Ашим. Здравствуйте. 29 августа объявлена днём общенационального траура в связи с трагическими происшествиями в Байзакском районе Жамбулской области. Об этом сообщается на сайте Аккорды. Ранее в Твиттере Касым Жумартукаев отметил, что погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа. Общенациональный траур станет десятым в истории Казахстана. В этот день во всех городах республики приспускают государственные флаги, отменяются увеселительные мероприятия, радио и телеканалы прекращают трансляцию развлекательных программ. Все пострадавшие в Жамбулской области дома будут восстановлены. Материальную помощь окажут и тем, кто получил травмы из-за взрывов. Об этом во время визита в регион заверил заместитель премьер-министра страны Роман Скляр, возглавляющий правительственную комиссию. Подробности у Рауля Габитова. Он с нами на прямой связи из Тараза. Рауль, скажите, какой последней информацией вы располагаете? Приветствую Алмаз в составе правительственной комиссии, представителей Министерства обороны, МВД, МЧС и ряда других ведомств. Накануне делегация побывала на месте происшествия и оценила обстановку. Навестили специалисты и пострадавших пожарных, и военных, которые сейчас находятся в стационаре. Всего, по последним данным, их 28 человек, 5 в реанимации. Также специалисты встретились с жителями. Перед ними стоит важная задача – оценить ущерб, ликвидировать последствия пожара и взрывов, восстановить поврежденную инфраструктуру и оказать социальную медицинскую помощь пострадавшим. Сумма ущерба на данный момент все еще подсчитывается. Добавлю, что автодороги в район остаются закрытыми. Выезжать могут только автомобили спецслужб. На месте происшествия сейчас работают специальные отряды быстрого реагирования, саперы и кинологи с поисковыми собаками. Проводится обследование жилых, промышленных и торговых объектов. Пока это все, Алмаз, мы продолжим и дальше следить за ситуацией. Спасибо. Рауль Габитов был с нами на прямой связи из Тараза. Мы идем дальше. Полицейские задержали мужчину, распространявшего ложную информацию в социальных сетях о взрывах в Жамбулской области. Об этом портал полиция КЗ сообщает. В опубликованном видео с голосовым сопровождением говорится, что взрывы, произошедшие на территории воинской части, ликвидировать невозможно. Имеются многочисленные пострадавшие, в том числе с оторванными частями тела. И данная информация не соответствует действительности, заявили правоохранители. Тиражировал фейки 26-летний житель Тараза. Свою вину подозреваемый признал полностью. Ведется досудебное расследование. За совершение такого преступления предусмотрено лишение свободы до трех лет. Я приношу свои извинения всем жителям Тараза за то, что выложил в соцсети недостоверную информацию. Очень сожалею об этом. Я напомню, число погибших из-за взрывов в воинской части в Жамбулск области достигло 12 человек. На месте ЧП найдены тела еще трех сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов. Сообщается, что ранения получили около 50 спасателей. Идем дальше. Накануне вечером в Шимкенте горел центральный рынок. Огонь охватил территорию в 200 квадратных метров. Сгорело несколько бутиков. Ликвидировать очаги возгорания пожарным удалось менее, чем за час. Жертв и пострадавших нет. Причины случившегося и размер материального ущерба выясняют. С сегодняшнего дня в столице смягчают карантинные ограничения. Опубликовано новое постановление главного санврача города. Согласно документу, разрешена работа в выходные дни всех объектов, участвующих в ваших, до полуночи. Лидеров проекта до двух, при условии наличия зеленого статуса у сотрудников и посетителей. Общественный транспорт будет курсировать в прежнем режиме. Запретом работы в воскресные дни ТРЦ смогут принимать посетителей только в будние дни с 10 до 10. В северо-казахстанской области появилась крупнейшая в регионе козоводческая ферма. Ее создала женщина, чья профессия совершенно не связана с сельским хозяйством. Светлана Карабанова заметила, что на западе страны из-за отсутствия кормов продают целое стадо коз. Предпринимательство, воспользовавшись моментом, поехало и выкупило всех животных. Моя коллега Нургуль Ахметова об этом подробно. Яблоки очень люблю. Это козы зооненской молочной породы. Корни у них голландские, но на север Казахстана в город Булаево стадо привезли из Актюбинской области. Продавалось стадо в Актюбинске. Я поехала посмотреть. Хозяин сказал, кормить нечем, доить неким. Они уже были котные. Светлана Карабанова по специальности архитектор, но это не помешало ей заняться животноводством и создать крупнейшую в регионе козью ферму. В стадии сейчас 180 голов. Зооненские козы довольно дружелюбные, легко подходят даже к незнакомому человеку. От настроения этих животных, оказывается, зависят и у дои. Сейчас у нас дуются 53 козы, где-то 195 литров в сутки. Мы, естественно, перерабатываем. Но у них тоже зависит настроение. Настроение упало – сбавили молоко. Настроение подняли – добавили молоко. Но у них интеллект 12-летнего ребенка. Вот это хаварти с хреном. Очень вкусный сыр. Козье молоко отправляют на переработку. Есть своя сыроварня, в которой производят 36 видов продукции, в том числе элитные виды сыров, такие как пармезан, азиага, чеддер, монтазио. Вообще сыр кушают только на 45-й день после приготовления. И это будет считаться молодым очень. А там уже идет по стадиям чем дольше – 9 месяцев, полтора года. Недавно козовода Светлану Карабанову пригласили во Францию на конкурс сыроваров. Так что скоро продукция, произведенная в североказахстанском райцентре Булаева, отправится покорять европейских гурманов. Нургуль Ахмедов, Тулеген Иманов, Хабар, 24, Североказахстанская область. Немного сказок, много историй. Так можно охарактеризовать выставку миниатюр в Тбилиси. На сегодняшний день самая масштабная в мире, доступная зрителям, коллекция 40-мм солдатиков. В ней переплетены времена и культуры. Готовая к бою, наполеоновская армия соседствует с Чингисханом и Кащеем Бессмертным. Пехота, артиллерия, кавалерия, а также династии грузинских царей и настоящие дворянские поместья в миниатюре. Юлия Тужилкина побывала в галерее. Будут и стихи, и математика, почести, долги, неравный бой. Нынче шаловянные солдатики, здесь на старой карте встали в строй. Тамерлан снова в Грузии. Теперь в компании Чингисхана, Салахадина и Ермака. Портал времени, так называется макет, где больше 4000 фигур, каждый из которых по 40 мм. Это самая большая подобная коллекция в мире, отмечает ее основатель Григорий Рабакидзе. Он называет композицию фантазийной. Все из-за совмещения реальности и вымысла разных эпох и народов. Для античности мы сделали вот этот виадук, и на нем расположены исключительно античные войны. Внизу уже, начиная с севера, мы так воображаемом представлении, с севером называем вот эту сторону. И здесь у нас расположен наш основной замок, крепость Шато-де-Перфон. И отсюда начинается у нас Средневековье. Плавно переходим в Ренессанс, потом продолжается этот ход времени Наполеоникой. Дальше наступает новое время, вплоть до 20 века, и продолжает в 21, потому что здесь и фантастика представлена. Египтяне, ассирийцы, персы соседствуют с английскими лучниками и литературными персонажами. Тут есть сцены из «Игр престолов» и «Властелина колец», а также из гоголевских «Вечеров на хуторе Близди Каньки». Все эти фигурки приехали из разных стран – Англии, Франции, России, Украины. Есть на полках и собственные работы, созданные в мастерской. В основном это династии грузинских царей и правителей. Для детализации таких мелких предметов нужна особая техника. А еще немаловажно запастись терпением. Я не знаю на данный момент, что еще кропотливее может быть. Представьте, сперва я набрасываю эскиз, потом с этого эскиза делается уже эскиз профессиональный, над которым работает художник по эскизам. Дальше этот эскиз передается нашему мастеру или мастерам по восковой фигуре. Работа идет в воске. Создается восковая фигурка. После чего уже режется с нее форма в холодной резине. И уже это приступает, наступает следующий этап, начинает работать ювелир. С холодной резины опять режется форма, и с этой формы уже в гипсе отливается фигура. После чего в гипс заливается металл, и металл уже, готовая фигура как бы выходит. В среднем на изготовление одной такой фигурки уходит около двух с половиной месяцев. Сейчас в основном их делают из бронзы и латуни. Стоимость же зависит от уровня сложности, количества деталей, времени исполнения. И колеблется от 16 до 80 долларов.